Какие продукты крепят, какие слабят? Чем определяется влияние продуктов на кишечник? Какое питание способствует послаблению стула? Какие продукты закрепляют? Что надо есть, чтобы нормализовать работу кишечника? Смотрите видео до конца, тогда узнаете, как питанием можно регулировать деятельность желудочно-кишечного тракта. Перед тем, как просмотреть видео, приглашаем вас подписаться на канал. Мы хотим, чтобы вы меньше болели, поэтому все наши видеосюжеты о здоровье. Любая пища, которую человек употребляет, оказывает либо послабляющее, либо закрепляющее действие. Чем определяется влияние продуктов на кишечник? Правильная работа кишечника определяется общим состоянием организма, микрофлорой толстой кишки, нервно-психологическим состоянием, двигательной активностью, но и, конечно, питанием. От того, что человек ест, зависит работа кишечника, влияние на кишечник продуктов определяется. Количеством содержащейся в них жидкости. Наличием клетчатки, пищевых волокон, которые способствуют усилению двигательной активности кишечника. Воздействием на микрофлору, постоянно находящуюся в толстой кишке. Присутствием эфирных масел. Способностью вызывать брожение. Имеющих в своем составе танин, оказывающий вяжущее действие. Какое питание способствует послаблению стула? С проблемой запоров, отсутствием дефекации в течение нескольких дней сталкиваются многие. Это касается как детей, так и взрослых, особенно людей пожилого возраста. Сделать так, чтобы стул был каждый день, можно при помощи питания. Среди продуктов, обладающих послабляющим эффектом следующее. Обычная вода, которая выводит кишечное содержимое, стимулирует моторику кишечника, приводит к послаблению стула. Но пить ее надо чуть теплой и в объеме не менее 2 литров в сутки. Кисломолочные продукты усиливают способность кишечника продвигать внутри себя содержимое. Эти продукты содержат полидекстрозу, помогающую дефекации, а также полезные бактерии, которые вливаются в микробное население толстой кишки и усиливают влияние бактерий на пищеварение. Инжир содержит пектины и пищевые волокна, все, что надо для регулярного стула. Употребление высушенного и в особенности свежего плода приводит к стимуляции работы кишечника. Сельдерей. Как зелень, так и корень очищает организм и выводит шлаки. За счет продвижения по кишечнику, вычищая стенки кишки, стимулируя сокращение мышечной ее стенки. Отруби из лаки содержат нерастворимые пищевые волокна, они-то и стимулируют дефекацию. Для того, чтобы не было проблем со стулом, необходимо больше употреблять овощей и фруктов, в которых в избытке содержится все, что нужно для перистальтики кишечника. Какие продукты закрепляют? В некоторых случаях кишечник наоборот слишком активно двигается, нарушается процесс усвоения жидкости, что приводит к диарее. Чтобы прекратить понос, следует применять следующее. Незрелые бананы. Именно зеленые, плотные по структуре бананы содержат крахмал, который не дает выходить избытку жидкости и уплотняет каловые массы. Черника, гранат, изюм содержат мало клетчатки, уменьшают секрецию пищеварительных желез, а значит останавливают диарею. Сваренные вкрутую яйца, их следует проваривать не менее 10 минут, тогда присутствующий в них белок сможет оказывать на кишечник обволакивающее и связывающее действие. Подсушенный хлеб. Простые несладкие сушки, сухари без сахара и ванили закрепляют стул, уменьшают раздражение слизистой и активность перистальтики. Крепкий чай, который содержит танин, поможет нормализовать стул, сократит количество испражнений. Продукты, содержащие крахмал, а это рис, картофель, манная каша, конечно приготовленная без сливочного масла и молока, оказывают закрепляющий эффект. Что надо есть, чтобы нормализовать работу кишечника? Чтобы кишечник всегда был в форме необходимо. Не засорять его различными полуфабрикатами и блюдами быстрого приготовления. Обязательно включите в диету свежевыжатые соки. Ешьте больше овощей и фруктов. В сыром и вареном виде употребляйте каши, приготовленные на воде. Поддерживайте микрофлору кишечника. Для этого используйте кисломолочные продукты и блюда, полученные путем естественной ферментации. Это квас, соленые овощи, кислая капуста. Обязательно нормализуйте количество выпиваемой в течение дня жидкости. Только обычной воды надо употреблять не менее полутора литров. Откажитесь от злоупотребления алкоголем, которые вызывают гибель микроорганизмов в кишечнике, раздражают стенку кишки, вызывают спазмы и чередование диареи с запорами. Питайтесь часто небольшими порциями, чтобы не было повышенной нагрузки на желудочно-кишечный тракт. Не переедайте, ешьте медленнее, старайтесь все тщательно пережевывать. Правильное питание – это правильное пищеварение, а значит общее хорошее самочувствие, высокая работоспособность, творческая умственная деятельность. Высокий иммунитет и профилактика хронического воспаления, а значит онкозаболевания. Приспосабливайтесь к своему желудочно-кишечному тракту, он может у каждого работать с индивидуальными особенностями. Старайтесь не вызывать нарушений в его работе. Помните, что иногда продукты могут переноситься индивидуально, вызывая обратное воздействие на моторику кишечника и то, что у всех послабляет, может у другого закреплять. Кстати, так иногда бывает при употреблении чернослива или кефира. В отношении кефира есть особые премудрости. Так свежий кефир послабляет, а двухдневный закрепляет. Поэтому отрегулируйте питание и не забывайте про физическую активность, которая просто необходима для хорошей работы кишечника. Изучайте особенности своего организма и подстраивайте питание под его капризы, тогда проблем со здоровьем будет гораздо меньше.